Бегом, бегом, беги, бегом. Бегом, девочка, бегом. Видите вон где полоса? Одна треть от земли. Боже, слава Тебе, Ты сотворил нас по образу и подобию своему Господу. Научи нас видеть это и стремиться к тому потерянному, дабы возвратиться в потерянный рай. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А святи дары, посылаемые для плоти нашей, подкрепи ее словом истинной молитвы, очисти от всего, что есть нечистое, ядовитое. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я не вечный здесь. Кажется, это должно быть понятно. У вас будут заместители у меня, за мной. Прямой, по то, как сказать, наследник, это Владимир Александрович. Какой уровень будет, что другие всегда старайтесь помогать. Не будьте безразличны, как некоторые, а я не хозяин и пошел. Да всего хозяин. Ты не читал Писание? Книга пророка Закеили. Третья глава 18 и 20 стихи. Если ты видел грешника согрешающим, неважно кто он, президент или кто, и ты не предупредил его, он умрет за грех свой. Он умрет. А на его кровь я взыщу с тебя, виновен ты. Что непонятно? Ты живешь правильно, свято, тихо, молчун такой, голова между ног, борода в капусте. Но ты прошел не как хозяин. Ноги вместе держать. Нам принадлежит эта земля, Богом дарованная, утвержденная. Ее надо сохранить, не портить. Нигде ничего не разбрасывать. Вчера он косит. И там железки, шифер. Покосил и ушел. В следующий раз косить. А уже косили. По шиферу ширкала пила. Это литовка. Это столько. Почему не убрали? Я спрашиваю, почему? Ты костишь уже не первый год. Вот лежит там шиферина, железная труба, стекла, бутылки. Все так и остается. Вчера начали выбрасывать. Кто? Вы помогали ему там? Или Андрей там выбрасывали? Все. Там работы было, ну, на 10 минут. Ну, пройти вокруг даже меньше 10 минут. Я говорю, дело нет? Да. Нельзя так проходить, как сквозняк. Большие стенды висят в милиции. Написано, не проходи мимо. Посмотри. Может, это знакомый твой убийца, насильник, педофил или как называют их. Слово-то педофил, к слову сказать, это очень хорошее слово. Его извратили. Любовь к детям. Любовь к детям. Что плохого в этом? На сегодня любовь именно в ненормальности, звериной жестокости, к ребенку, насилие. Там чуть не слюльки уже насилуют. Что нужно делать? Это знал царь Юстиниан. Он причислен к лику святых. Их не кастрировали, отрезали половой член. Им железом припекали, педофил или как там называли их, до мозгов. И в рудники, и оттуда нам на себе возили эти тележки. Света Божьего они никогда больше не видели. Это царь Юстиниан. Это в декретарии книги правил было написано. А правильно ли это? Царь знает. Но этого не было, чтобы ходили гей-парады и прочее. Их сразу бы всех до одного схватили, как мусульмане. Мусульмане пример. Взяли их на крышу. Что они там всеми сделали? Летят кувыркаются, хлопнулись нету. Ни одного нету. Если вы знали, тут же допросы казнили. Гитлер их казнил. Даже Рема не пощадил. Сталин их ненавидел. А сегодняшние правители разрешают. Какой он такой правитель-то? Вот они разрешили гей-парады. И сразу Майдан. Загорелась целая страна. В Грузии восстались священники. С табуретками бежали кто что охватал. Они не знали, куда прятаться. Все, больше ни одного педофила нигде не видно. Грузия в настоящее время. И там мой крестик участвует отец Наум. Наум Израилевич. Еврей. Православный батюшка. И он говорил, а какие нам лозунги? Я ему сказал, какие подказать. Он все время спрашивает. Мой отец. Другого не нет. Да еще с акцентом таким скажет. Какая-то у него такая... Ну кто-то видит, говорит, знаете, вот это открывает двери. Как он... Мой отец духовный. Он у меня обратился здесь, в Варнауле. Вот как Бог делает. Мы сейчас рассуждаем о том, как дальше жить. Меня попросил однажды митрополит местный. Сказать проповедь во время его присутствия здесь. Ну тему-то он мне не может назначить. Я же не в милиции. Я сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. И подобие взял только одно. Свобода. Рабы чьи-то Богу не нужны. Ты должен быть раб Божий. Слышать его голос. Слышите? Вот начинает. Ну я бы остался ночевать. Я не могу. Я дома обещал. Зачем ты себя связал? Никогда ничего не обещай. Почему? Это не в твоей власти. Вы, которые говорите, будем торговать, поедем в город. Вы, жизнь которых пар, являющаяся на короткое время, исчезающая. А ты говори, если Господу угодно будет, и живы будем. Так написано? Послание святого апостола Якова. Оно такое неприемлемое, что лютер вообще взял, выбросил книгу эту. Якова. Свободны будьте. Ни папе, ни маме не обещайте того, в чем вы не сильны. Я обязательно в 6 часов вернусь. Нету в 6 часов. Теряются люди. Пошла жена за молоком. Вот такие малютки. Маленькие, совсем даже меньше. Ее видели, как с автобуса выходила. Видели, как пошла к молочному магазину. И по сегодняшний день никто не знает. Да она бросила. Куда она бросила бы их? Все подтвердили, она живет мирно. И сколько их таких теряется? Примерно каждый год 50 тысяч. Совершенно бесследно, как будто инопланетяне их забирают людей. Но они где-то есть. Из них устраивают всех с рабынь. Открывают. И когда их начинают разоблачать, они всех уничтожают, закапывают и уходят. На органы легкие берут. Поэтому держитесь то, что мы говорим. Ни с кем не разговаривайте. Ни шагу никуда. Нам вас не сохранить. Напрасно бодрствует, страшно, если Господь не охранит. С Роснадзором нам не справиться. Не справиться. Есть так вот. Враг идет, нужно брать оружие, копать окопы и стрелять. Есть такое. И наступать. Двигать его за границу и выбросить. Есть такая борьба, когда надо только держать оборону. А есть такая борьба, когда нужно только убегать. Нету борьбы. Никакой. Как? Бегайте, блудодеяние. Да я женщина знался, я спасу, проповедую. Ты уже засосан в эту черную космическую дыру. Тебе уже не вылезти оттуда. Спаситель сопливый. Как к Агану еще пришли. А у нас политики, он говорит, говенные политики. Это сказал ближайший соратник Сталина. Так и сегодня, такие же спасители. Ты будь свободен. Независимо от того потребности тела твоей, друзья, что ты говорил, я совершенно свободен. Я могу похвалиться моим Господом. Мне это Бог дал понять в первый же день. Я свободен. Я устраиваюсь на работу и ухожу с работы. А в старое время, старое советское время, с работы не уйдешь. Это подсудное дело было. Мало того подсудное. Тебя темноядцем будут считать. Ну вот мне брат, мой родной брат, отец Аким в армии был. И написал. У него там плохо стало. Но я на работе. Я нахожусь в городе Искитиме. Ну что бы на моем месте делал человек? Ну письмо написал. Добрый пастырь оставляет 99. Я подошел к бригадиру и сразу сказал. Как сейчас помню Романов. Хороший был человек. Я говорю, я ухожу. А приду или нет, не знаю, как уходите. Так это надо заявление начальнику подавать. Мне некогда. У человека беда. А я плотником работаю. Реконструкции города. Я в передовой бригаде. Я веду работу эту. Ничего не знаю. Так инструмент сдал. Все, больше меня не увидишь. Бегом. Домой. Деньги в руки. На вокзал. Я уже в Москве. А он в Москве был. Дальше. Проникаю через забор или как в воинскую часть. И живу в казарме. Эта вещь неслыханная в советское время. Я тебе рассказываю мою биографию. Не твою сопливую. Я не сказал, я не хозяин. Это мой брат. Я живу с ним. Я не знаю, форму мне дал, он достал или что. А он снабжал. Снабженцем был. По Москве ездил. К слову сказать, когда он уволился, всех начали арестовать. А его даже не вызвали. Знали, что он верующий. А они там что-то делали. Препродавали там и прочее. Подряд всю макушку все спихнули. Наконец я вижу, все направилось. Я обратно перелажу. И ушел домой. Ему нужно ко мне. Он приезжает. Я работаю на корабле. Я договорюсь с капитаном. Провожу его работником своего корабля. Провожу через проходную. И он живет со мной на корабле. Преград не было. Какие у вас были преграды в жизни, чтобы вы не могли? Пока ни одной не было. За 77 лет у меня не было ни одной преграды, которая, я бы сказал, невозможна. Вот мы открывали Шенгенская зона. Многие держать вместе. Второй раз делал замещение. А Англия не входит в Шенгенскую зону. Отдельно посольство Великобритании. Пункт ее в Новосибирске. Надо ехать, сдавать. Роговицу фотографируют глаза. Брать отпечатки. Я спросил, ну все-таки можно или нельзя? Кто там был-то? Трудности такие. Платят такие деньги. Можно. Все, вопрос снятый. Садимся на газели, поехали. И все, прошли. Дальше нас задерживают. Не пускают масоны. Масоны не хотели, чтобы я был в Англии. Теперь все уже известно. Что дальше делать? Ну только посольство. Когда узнали здесь, в этом пункте, где оформляют документы, я говорю, да вы сейчас смеетесь. Да там на пушечный выстрел не допустят. Ну то есть люди знают, не допустят. Я приезжаю к отцу Кириллу Сахарову. Отец Кирилл, мне нужно в английское посольство. Да там не пускают. Так, собирайся, не разговаривай. И он все это в книге описит. Под напористостью Игнатия. Я, говорит, не устоял. Но я знал, что дело бесполезное. А он как? Он сказал, молимся. Мы помолились. Приходим. И поэтапно началось. Уже в обед мы были в посольстве там где. Вышел представитель. Я подарил ему книги. Он с нами фотографируется. А где пушечный выстрел? Да наш выстрел, раз ли сравнить с их выстрелом. Мы как ударили из этой тяжелой артиллерии прямо к престолу небесному. В небесные ворота стали стучать. Открой, владыка. И он вышел. Он такой радостный. Он рад, что мы его приняли. Не мы рады, что он нас принял. А теперь выходим в посольство. Все смотрят. Милиция. Все посольство охраняет милицию. Мы тут же встали и начали молиться. И нас никто не трогает. Это конкретно одна поездка 2013 года. Препятствий нет. Тараси, слушай, очень внимательно. Ты руки свои уже рассматривал много раз. Ноготки рассматриваешь. Они хорошие тебе. Дал Господь хорошие руки. Так вы поняли, о чем говорю? Быть свободным. А то мне это не разрешает. Меня пугает священник. Да при счастье отлучит. Выйди из этой системы. Подчиненности. Меня отлучали за это дело. Как отлучали, так и приучали. Как судили, так и реабилитировали. В свое время на круги вернется своя. Ты делай. Вот сейчас, что мы выставили ролики. Ну, выставил день-то. Ну, за день как бы до 130. Сейчас посмотрел сегодня. До 760 уже. До 760. А отзывы такие. Выходит один. Я еврей. Я про вас услышал. Зашел на ваш сайт. Я еврей. Знает, к евреям как относятся. А разрешите вам помочь материально. Я хочу вам перевести деньги на пряники на халву. Он увидел. Пряники и халва. То есть пряники и халва по благословению Бога Иегова. От его богоизбранного народа. Представитель зашел. Фамилия, фотография, все. Ну, я не знаю, его ли нет фотографий. Я ему счет скинул. Переводи. Быть свободным. Никаких обещаний. Всегда добавлять, если Богу угодно. Но поднапружимся. Выполни то, что тебе положено. На работе. Сейчас за... Три бутылки наберите. Придем туда, от Виталя сразу спрячем. Он находит отдельно, высасывает один. Никого не спрашивает. Эгоизм сумасшедший. Не прикасаться. Соберемся вместе. Помолились. Тогда выпили. Никого не ждет. Уже бил его за это дело. Бесполезное дело. Только последнее уже убить. То есть признать, что неверующий. Он смеется над всем. Ну, работает. Что-то делает. Я ему посвятил то, что целую гостиницу отдал одному. Если бы ты жил долго здесь, я бы вас переселил к Роману, чтобы были вместе. Поняли, что такое свобода? Никому ничего не обещайте. Скажите, если Господу угодно, живы будем, то сделаем то и другое. Мы сегодня уходим. Вы остаетесь здесь. Там должно быть все время закрыто. Мужчины здесь не будет. Поэтому вы сами знаете. Сразу уходишь с детьми. Была? Где? Дальше будет понятно. Сейчас отдельно скажу, какой путь держать, в каком направлении за этим. Здесь общий сбор. Все. Остается здесь кто? Никого не остается. Мужчины нет. Женщины не остается. Полностью покинутое. Только замок, чтобы лежал готовый. Замкнуло. Посмотри, чтобы ничего не загорелось. Ну, железные плиты не горят как будто бы еще. И сразу уходишь. С плиты это все сдвинь. Дети. Дети только ударили сигнал. Вот сюда вот. И ждите старшего. Вот сюда вот. И сразу уходите. Ни одного слова. Смотри, Нестор. Дальше вас поведут уже. Им будет дан запечатанный пакет. Как вот корабль уходит в море. Подводная лодка. Ни один не знает. Запечатанный конверт. В сейфе лежит. И когда уже они в походе. Мобильных телефонов не было. В это время капитан вскрывает там стон. Замполит. И они видят, куда маршрут. Чтобы никто не передал. Никто. А тут так. Русские идут. А уже чеченцам сообщают. Там-то, там-то идут. Засаду сделайте. Сделали. А там уже пулеметчики. Два снайпера на трубе. Огромная труба. Там им сделали-то. А эти прячутся куда? Ну, полностью Псковский. 86 десантников. Всех убили. Полностью истребили. Из-за чего? Предательство. Березовских много развелось. А что с ними сделали? Они еще с ними не сделали. Они выезжают свободно за границу. Итак, свобода. Мы свободу свою бережем перед Богом. Платочки. У кого нет? Молодцы. О, пошел, Раня. Зачем тебе три платочка? Отдай, маме, остальное. Три платочка выронил. Не много. Так, за стол. Так, Виталий. Из-за стола только в ту сторону. Вот товарищ без платочка. Да, вот без платочка. Кто без платочка? Да, Егор. Есть у него платочек. Комары закупили? Все видно на видеокамеру. Это все, что здесь было. Как разговоры? Разговоры, дети. Все. Молча. Девочки. Мальчики на последнем столе замолчали. Молча. Все. Ох, ох. Черт возьми, просто бороться. Отсюда не заползут. Что, они из мешка, значит? Наверное. Мураши появились на столе. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Так, маленькие ложки подаду. Санечек, ты вот тут вот стоишь. Вот тут дежурный. Давай ложки. Давай ложки. Мне даже ложки далеко не достаешь. Кто-то сила, это тому. Черпай каждый. Чай горящий, будьте осторожны. Чай горящий, так что святой водой пользуются. Они пьют, пьют. Они болеть не будут. Пьют, пьют. Аминь. Все. Господи, pub, подъотришься. Аминь.